Пресс-служба «Лады» разродилась официальным комментарием по поводу возможного переноса сборки «Рено Дастера» на «АвтоВАЗ». Как это уже бывало ранее, офис компании предпочел все опровергнуть. Официально «АвтоВАЗ» не подтверждает эти сведения. Обсудить и принять подобное решение за неделю попросту невозможно. Напомним, что возможности сборки «Дастера» в Тольятти впервые сказал чиновник Минпромторга Денис Пак. И многочисленные источники в отрасли утверждают, что переезд действительно состоится. И в ближайшее время бывшее «Рено» станет «Ладой». Очевидно, от названия «Дастер» тоже придется отказаться. Смена места жительства обусловлена тем, что свою долю в «АвтоВАЗе» группа «Рено» еще может вернуть. А московский завод – нет. И перевозка оборудования из Москвы – своеобразный способ его сохранить. Модель хотят собирать на ветке конвейера B0, где до недавнего времени выпускали «Ларгус», «Логан», «Сандеро» и «Хрей». Эта линия практически всегда оставалась недозагруженной, поэтому воткнуть туда соплатформенную машину относительно несложно. Логично предположить, что из-за мощных антироссийских санкций кроссоверу предстоит измениться. В частности, примерить другие силовые агрегаты, включая вазовский атмосферник объемом 1,8. А все потому, что турбированные моторы – бензиновый и дизельный – приходили из Испании, а производством двухлитровых атмосферников занимался завод во Франции. Кроме того, немалая часть компонентов приходила на столичный конвейер из Румынии, и заместить румынские запчасти будет немного сложнее, чем все остальное. Теоретически детали можно заказывать из далеких Бразилии, Нигерии или Колумбии, либо из сравнительно близкой Индии. Во всех этих странах налажена сборка дастеров по методу полного цикла. Не очень понятна судьба штампового оборудования, ведь лицевые панели для наших Рено штамповал филиал, а точнее совместное предприятие – японской корпорации IHI, что официально заморозило российский сегмент своего бизнеса. Кроме того, не ясны перспективы Каптюра и Арканы. Телеграм-канал «Русский автомобиль» уверяет, что эти модели недостаточно локализованы, чтобы обосноваться на основном конвейере АвтоВАЗа. Однако Дром со ссылкой на заключение Минпромторга уверяет, что уровень локализации всех трех родственных моделей совершенно одинаков. В любом случае, перенос кроссоверов на АвтоВАЗ – это вовсе не простое дело, которое потребует месяцев работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова